Всем привет, мои дорогие друзья! Живем в жвачку, с вами я, Даша Дружжем. Мои любимые, сегодня будет заключительное видео про криворуку Алису Шураеву, а также Алису, она и есть, вторая, дабл, дабл, дабл криворука Алиса Вечеровская. Помните историю про мои уши, кривые, и про огромное количество жертв? Все это вы могли наблюдать в моем телеграм-канале, туда я пущу все и сразу. Ссылочка в первом закрепленном комментарии, между прочим, заходите. Ход только по ссылочке, поэтому, кто не успел, тот обосрался. Так вот, мои хорошенькие, хочется как-то все в кучу смешать, вот это вот дерьмо, вот этот вот комок дерьма, и рассказать вам, как и что произошло, да, побольше, погуще, побаще. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что у меня есть приятеля Черный Шприц. Это организация, которая, фонд, который занимается всякими криворукими, всякими косметологами плохими, всякими операциями, которые проведены плохо, в общем, помогают в правовом поле. Я им написала, обратилась, и они мне достопочтенно предоставили свои услуги, а именно выход на новость РЕН-ТВ. Да, по-моему, РЕН-ТВ. Знаете, что это дает? Мне это пофиг на новости, но это дает проверку салона. Роспотребнадзор, санэпид, вот это вот все проверку навлечь, если ты простой обыватель, очень сложно. Даже если есть жертвы, это все сложновато. Но, как только передачка сюжетик появляется на ТВ, этим сюжетиком и, собственно, самим салончиком, где работает Криворукая, интересуется проверочка. И после вот такой вот штучки, после такой вот короткой рекламки Криворукой в студии 812 в Санкт-Петербурге, конечно же, наглянет проверочка, если еще не наглянула. Но это ладно, закрыть салон тяжело на самом деле, ну, по крайней мере, на штрафик они нападут. Давайте же вместе, мои хорошенькие, посмотрим сюжетик на НТВ. Если вы его не видели, тут я с вами могу посмотреть, дать комментарий, остановить и вот это вот все. А в Селеграме я написала общее какое-то мнение. Давайте же онлайн посмотрим этот же сюжетик, который был примерно 2 недели назад. Не знаю, ребят, что с качеством, какое есть. Давайте посмотрим на этот трындец. Ну, хорошо, что качество плохое, потому что рожу этой Алисы Криворукой я не хочу еще раз наблюдать. Я боюсь, что у меня начнется катаракта. Уродуют людей, во всяком случае, так утверждают два клиента. Одному из них, новоявленная специалистка, отрезала мочки ушей. Причем после операции у молодого человека начался некроз и была серьезная угроза жизни. А девушке зашило дырки в ушах так, что остались огромные шрамы. При этом мастерица, у которой нет медицинского образования, считает, что она тут ни при чем. И клиенты сами во всем виноваты. Знаете, что самое смешное? Передачка-то проверила, ну, естественно, изначально, есть у нее что-то или нет, какая-то корочка медицинская. У этой Криворукой нету ничего абсолютно. Эта Криворукая работает просто потому, что ей хочется кромсать людей, потому что она мясник. Это вот один из пострадавших, который был у меня в телеграм-канале. Эта Криворукая взяла кусок шеи у этого мальчика и ухо, которое, ну, там нет мочки, она пришила питательную ножку, это называется в узком фугу мастеров пирсинга, то, что она сделала. Она пришила лоскут шеи на ухо. Девчонки вообще таким занимаются хирурги, и даже не хирурги, а как-то есть особое название у врачей, которые сосудики между собой, перед тем, как что-то пришить, там же дело непростое, просто пришил и все. Там нужно сосудики между собой вот так скрещивать, паять, так скажем. Эта Криворукая решила просто пришить лоскут ткани парню, что при этом может быть некроз. Естественно, стопроцентный некроз. Мочки ушей Андрею отрезали в одном из салонов пирсинга в Петербурге. Мастер Алиса Вечеровская, с которой мужчина познакомился в клубе. У меня раньше были тоннели, и она просто взяла, сразу срезала мочки, и начала вот здесь вот отрезать лоскут ткани и формировать его, пришивать на мочку. В итоге кожа не только не прижилась, а напротив стала отмирать. Сильно болели уши и раны на шее. Спасать части тела клиента уже было бессмысленно. Нужно было действовать быстро, пока не наступили более тяжелые последствия. Алиса Вечеровская, которая и проводила операцию, уверена, что виноват сам Андрей. Вы не поверите, но Алиса Вечеровской Криворуковой, каждый клиент виноват. Господи, как же она мразотно выглядит. Я не люблю судить людей по обложке, но просто, просто солевая из Санкт-Петербурга, девчонки. Просто полный невминоз, невминоз. Судя по тому, что мне рассказали, те, кто у нее учились, кто с ней коммуницировал. Она воровка, украла телефон там у девчонки. Чего только не было, ребятки, это просто трэш, просто трэш. Она вообще неадекватная, и есть достоверные источники, которые мне об этом рассказали. Самое смешное, что дальше она обвинит этого мальчика, у которого уши отсохли, что он якобы не пришел через две недели снимать швы, хотя он пришел и ухаживал за своими ушами. И что он вообще наркоман. Господи, солевая, не примеряй на всех свой образ. Студия 812 в Санкт-Петербурге, там чего только не бывало, девчонки. Там студия работает 24 часа на 7, и все пьяные. В час, два, в три ночи прут туда. Бухают мастера вместе с клиентами. Хозяин этого всего заведения обнищал, у него нет ни квартиры, ни машины, ничего. Он все продал для того, чтобы содержать этот салон. И вот эта вот вечеровская, единственная, кто содержит его детище. Потому что в нормальный салон эту мымру не возьмут, а этому мужику нужны деньги, чтобы покрывать все свои кредиты. Полный трэш. На снятии швов, по-моему, месяц через полтора, когда уже все, соответственно, отмерло. Но есть сроки, швы сносятся максимум две недели, потом они начинают выгнивать. Это естественно, это не от меня зависит, не от моей работы, а от особенности организма. Не приходил ни на перевязку, ни швы снимать. Дескать, в этот период мужчина употреблял на... И уверена, боди-модификатор Алиса. Блин, девчонки, я просто... Употреблял... Алиса, мастер с неоконченным медицинским образованием, довольно часто берет в руки скальпель или иглу, чтобы помочь клиентам обрести красоту. Наши профессии не существует. Нет государственных стандартов, нет сертификации обучения. Милая, если ваша профессия не существует, это не значит, что можно кромсать, работать в антисанитарии и говорить, что клиент сам виноват, при этом постоянно употреблять соли и быть не в минозе. Моя хорошенькая, СанПин никто не отменял. Медицинскую лицензию сначала получи, ознакомься, а потом ротик открывай. Но мне кажется, что лицензии у тебя есть только на солягу. Это, знаете, вот реклама против... Она должна быть на пачке с солями. Кроме того, процедуры, которые мы производим, они не являются медицинскими и не являются, скажем так, необходимыми для здоровья человека или его компенсации. Причем тут это? Не являются обязательными для человека. И что значит, что не нужно обрабатывать инструменты свои сраные? Они в салоне 812 брызгают инструменты спиртом. Никакого автоклаба, никакого сухожара, просто. И это говорил человек, который обучался, который знает, который непосредственно был рядышком. Это просто трэш, достоверный источник. Если профессии нет такой, значит можно делать все, что угодно. Нет, милочка, нельзя. Так что наслаждайся. Не проверяются санитарные условия и в импровизированной операционной. Никого не интересует квалификация и рабочий инструмент специалиста. Эта процедура, она хирургическая. Человек с тремя курсами образования, либо это университет медицинский, либо это колледж, это не дает права для проведения подобной процедуры. У этого специалиста не было хирургического сертификата. Несмотря на это, каждый месяц, по признаниям Алисы, она делает несколько подобных операций. В одной из них осталась недовольна и Алена. Она обратилась к мастеру, чтобы та зашила несколько проколов в ушах. Следующая девочка тоже пострадавшая. Ее история есть у меня в телеграм-канале. О, Господи. Эта криворукая умудрилась ей зашить дырки от сережек, дырки от маленьких туннелей. Очень криво. Она все шьет криво. Я не знаю, девчонки. Нужно ей купить линейки и циркули, чтобы она училась рисовать ровные линии. У меня в ушах были еще дырки, ну как бы от проколов. Мы об этом не говорили, но она решила захватить те дырки тоже. И стало еще хуже. Потом, когда сняли швы. В итоге вместо незаметного шрама мочки ушей пронзал внушительный рубец. Повторный визит ситуации не исправил. Дальше девушка решила обратиться к дипломированным медикам, где ей и смогли помочь. Девушка уже направила жалобу мастеру с просьбой вернуть деньги и выплатить компенсацию за лечение в клинике. Самое смешное, то что этой девочке делали операцию в студии Ван Гог в Питере, а потом Шураева пошла работать в студии 812. Я не знаю, сколько студии она поменяла, наверное, штук 50 за всю свою работу, потому что, видимо, везде перли. Это студия Ван Гог. Девчонки, со мной связался представитель Дмитрий. Дмитрий такую чушь порол. Вот реально, предприниматель. Мои хорошенькие, я вам дальше покажу, что он сказал. Предприниматель, как по мне, должен разбираться в том, что он делает, потому что если предприниматель не разбирается, он не знает, что творится у него в салоне. Если ты делаешь свою студию, где у тебя там мастера татуировки, мастера пирсинга, ну ты уж добр, сходи на курсы в какой-нибудь салончик классный, где тебя обучат и скажут, что правильно, как инструменты вообще полировать, для чего нужен сухожар, автоклавка, все обрабатывать. Получи лицензию, да, на услуги медицинские, косметологические или как это называется, я уже, девчонки, вот две недели не в этой теме, другим занималась, уже и не вспомню, да, как все правильно, но вы меня поняли, да. Потом уже делай свое дело. Как вообще человек, который не в теме, который вообще нихера не понимает, будет строить свой бизнес? Тяп-ляп. Именно поэтому Шураева работала в студии Ван Гог. Кстати, мы молодцы с вами, мы писали очень много отзывов, но они их поудаляли. Но видео мои никто не удалит, Телеграм никто не удалит, Инстаграм никто не удалит, поэтому мы с вами проделали огромную работу. Спасибо вам большое, я очень рада, что вы у меня есть. Девочке бедной пришлось прибегнуть к помощи пластического хирурга. И она направила жалобу в салончик, да, вот раз по требу, вот это вот все ее перенаправили, и это Дмитрий из студии Ван Гог, где начали вот эти процедуры с ее ушами, ничего не ответил, письмо не дошло якобы. И потом в личном разговоре со мной, это Дмитрий, знаете, что сказал, владелец этой студии, предприниматель. Я говорю, верни деньги. Он такой, да, верну, может быть, верну. И после этого, три недели, две недели молчок. Ой, Дмитрий, херовый из тебя предприниматель, и мужик никакой. Где твое мужское достоинство? Ни деньги не вернуть, ничего совершенно, не извиниться. Еще, знаете, когда мне Дмитрий написал, знаете, что он мне сказал? Извинить за то, что ты меня обозвала. Вот, Дмитрий. Вообще, х*** капитально, со своим днищинским салоном. Может быть, ребята, которые там работают нормальные, но ты, Дмитрий, просто дно. Я вам дальше покажу, что Дмитрий вытворяет. Теперь давайте к самому предпринимателю. Дмитрий, владелец студии, и не одной вроде как, а Ван Гог студия. Прямо начально, знаете, вот я человек расспрашивала, что и как, что и как, ни на один вопрос он не ответил. Типичный предприниматель, который предприниматель, открыл ИП и думает, что он самый крутой. Знаете, что, я ему показываю. У него есть видео в его студии Ван Гог, вот такое. Я пишу, у вас Шураева укололась иглой, когда колола клиента. Вы видели, да? Вы это видели? Шураева укололась иглой и продолжила дальше работать. То есть, ее не волнует ВИЧ, ее не волнуют какие-то заболевания, которые передаются по крови. По нормам, вообще по нормам, она должна срочно остановить работу, брать эту иглу и идти в спид-центр. Но, видимо, у нее и так ВИЧУГа либо что-то подобное, потому что, видимо, ей пофиг. Вы, прикиньте, сколько, это в аккаунте это видео висит у студии Ван Гог, вы прикиньте, сколько она так перезаражать могла людей или уже перезаражала. Если человек не боится заразиться ВИЧом, напрашивается, ну, следствие. Ну, наверное, скорее всего, он у нее уже есть. Я пишу этому Дмитрию, предпринимателю, и дальше продолжает работать, как ни в чем не бывало. 21-й год он мне пишет. А какая разница, какой сейчас год, если Ашураева у тебя работала тогда, и ты контролировал ее деятельность, либо, ну, скорее всего, он вообще ничего не контролировал. Я говорю, ну, и что, 21-й год? Она сейчас так же делает, я уверена, где меры предосторожности. Инструментами пусть пользуются, раз пальцы кривые. И Дмитрий мне записывает голосовое. Я-то тут при чем? Вот ты заметила этот укол? Ну, хорошо. Вот это и нужно делать клиентам, твоим подписчикам, еще что-то писать, чтобы другим студиям, да даже той же 812, которой я никого не знаю, становилась лучше, понимаешь? Вы прикиньте, напрямую идет угроза здоровью, и предприниматель, чья студия, владелец мне говорит, вот, вот эти видео, пусть все смотрят, пусть все смотрят и указывают на наши ошибки. Господи, ты видишь, что происходит, ты можешь перезаражать всех нахер. Что значит, плюс смотрят и обсуждают? Б**ть, за кой б**ть? Прикиньте, это то же самое, что когда ты приходишь сдавать кровь, берут не новую иголку, берут не новый кот этот там или что, а берут старое предыдущего клиента и просто тебя закалывают. Прикиньте, сколько перезаражено людей. Итак, ВИЧ-эпидемия. Россия одна из первых по ВИЧ-эпидемии. Фишка-то не в том, что она укололась, а в том, чтобы кто-то сказал, вот так делать не нужно. У Дмитрия в голове п**ть опилки, и знаете, что он еще говорил? Когда он начал, он знаете, что он не мне изначально написал, а начал строчить мой телеграм-канал в чат. Типа, задавайте мне вопрос, п**ть звезда, на интервью у Дудя. И он еще такой смешной мне в диалоге, когда я его написала, он знаете, что мне сказал? Вот я сам тебе пишу, спрашивай, что хочешь, я готов к диалогу. Написал спустя пять дней, перед этим пытался удалить мое видео, а мне присылали скрины из их беседы, это просто угар. Дмитрий, очко поджалось, тогда и начал писать. Это ее запись, ее рилсы и все остальное, да. Сейчас у меня другой мастер, и мне бы хотелось, как руководитель, что у меня все было четко. Где у тебя все четко, если у тебя мастер, который у тебя работал, без разницы, она же работала, правильно, укалывается иглой, колет клиента этой же иголкой, просто. Честно, на уровне с Владимиром Пединым, вот эти вот батарейки работают в башке, там одна еле пашет. Я, наоборот, я приветствую критику. Критика будет от гепатита B, C и от ВИЧа. Просто, просто, мозг есть вообще в башке? Мне кажется, нет, там как у Гомера Симпсона, в голове обезьяны вот так причмокивают. Бедные ВИЧ инфекционисты. Они, наверное, перекрестились от сообщений Дмитрия, от голосовых. Дмитрий, так вообще не запаривайся. Можно иглы не менять, можно одной и той же, пока не затупится колоть. Я ему пишу, так это у тебя в студии, в смысле так делать не нужно, это не допустимо вообще, продолжать работу после того, как Ленская и Глада коснулась мастера, его кожи, крови там, тут речь не о расти, а о здоровье человека. Это не ошибка, это не косяк, это огромная ошибка. Да, а как ты это узнаешь без видео? Просто жесть. Девчонки, поэтому и нужны проверки, чтобы такие салоны и таких предпринимателей нахер прикрывать. Допустим, вот я, может быть, смотрел это видео сто раз, я не обращался на это внимания, сейчас кто-то обратил, или еще что-то. Ну вот как бы ты, интересно, вот просто представь себя на месте, у тебя тату-студия в Добилиси, называется Дафа Друже Тату. Называется Дафа Друже Тату. Ты будешь стоять смотреть на каждый пирсинг? Конечно, я буду стоять и смотреть на каждый пирсинг, я буду в салоне постоянно, и плюс ко всему, у меня мастера были бы топовые. Я бы отправила в Скальпельбург на обучение, например, в мой любимый салон в Питере, я бы отправила на обучение туда своих мастеров, либо бы взяла мастеров, которые работали в классных студиях, и им бы не пришлось ничего объяснять. Перед тем, как открывать свой салон, я бы как предприниматель Такое тупое слово тупо подходит к Дмитрию. Предприниматель, вот если ассоциация с Дмитрием, то предприниматель это вот что-то ближе к дну. Я бы полностью изучила эту тему. Я и так неплохо знаю, да, но я бы изучила тему стерилизации подробно. Я бы посмотрела, что нужно для лицензии, и сделала ее. Все бы украшения у меня были бы идеально ровные, без всяких вот этих затеков. Салон это твое лицо. Неужели хочется кому-то, Дмитрий, чтобы твое лицо было изгажено? И то, что я ему объясняю, он не понимает. Это говорит об умственных способностях просто человека. Дмитрий, косячок это если ты закрутил украшение, и через день у человека оно отпало, потому что ты плохо закрутил шарик. Это косяк. Но огромной ошибкой является то, что можно перенести ВИЧ или гепатит, не следя за своими криворукими работниками. Еще Дмитрий такой смешной, я говорю, а как ты выбирал тех, кого можно брать в студию? Знаете, что он мне говорит? Ну, Алиса Вечеровской там больше тысячи проколов, она специалист. Девчонки, мальчишки, если вот эта криворукая сделала тысячу, две-три проколов и сделала их все так, как показано на видео, да, кого-то иглой задела, кому-то криво зашила, всем криво, мои хорошенькие, где качество работы? Это говорит о том, что она криворукая. Дмитрию вообще похер, что творится в его салоне. Кого-то он иглой, Вечевой, тыкнут, ничего страшного, главное, чтобы денежки шли. Человек вообще не парится, кого он набирает. Работы, видимо, мастера для него ничего не значит. Посмотреть только страничку Алисы Шураевой криворукой, можно просто ошалеть от мясничества там. Конечно, она не выкладывает кривые уши себе в профиль. И я смотрела переписки девочек-жертв, там есть уши, которые, девочка там пишет, я хочу зашить уши, и ей пишут, да, мастер Алиса Шураева, это в студии Ван Гог, по-моему, можете записаться. И там присылают фото зашитых ушей, якобы работа Алисы Шураевой. Девчонки, это и шужая работа была, они еще и воруют работы, потому что там были идеальные ровные уши. Это точно не почерк Алисы Шураевой. И достоверные источники это подтвердили. Я еще с ним нормально говорила. Я пыталась добренько немножко опуститься на его уровень умственной пониже, чем мой, да, на много лестниц. И вот как-то пообщаться с ним, чтобы он мне что-нибудь рассказал. Но Дмитрий, кроме пык-мык разговора в 30 в час минут, не дал никакого результата. Дмитрий вообще ничего не понял. Мне кажется, он даже не слышит, не слушает. Это просто какой-то трэш. И в моем чате, пока его не забанили там, он был реально как на интервью у Дудя, спрашивайте меня все, его там просто все зачморили, захаркали. Мои. Он сказал, да, верну бабки, и мне сказал, верну бабки. В итоге нихера не вернул. Переписка 27 октября. Прошел месяц, девчонки. Больше месяца. А нет, почти месяц прошел. Сейчас 25 ноября. Просто трэш. Вот такой предприниматель, бля. Он мне написал потом, ну мне никто не написал о возврате денег. Милые, письма досудебные научись получать. В ящик заглядывай почтовый. Может тебе кукушка прилетела и принесла письмо. И плюс ко всему, если ты не интересуешься, в чате не читаешь, кто пострадал, не спрашиваешь у меня, у него даже не было вопроса, типа дай никнеймы там, помоги мне, ни видео не смотрел, он еще думает, что ему как королю обязаны писать доказательствами, что он кому-то там что-то, его студия навредила с помощью этой криворукой. Он думает, что не имеет к этому никакого отношения. Пусть думает. Дорогие мои, хочу вам напомнить, что я очень люблю обсуждать в комментариях с вами под моим видео и в моем телеграм-канале ссылка в первом комментарии. Всякие новости, вышедшие у меня видео и все остальное, то, что я поищу. Ловить мнение, так скажем. И это видео мне тоже с вами интересно обсосать. Под видео пишите, что вы думаете. А в моем телеграме всякие сплетни, заходите. Там я с вами в чате. На ютюбе я тоже, в принципе, все лайкаю, но там мы с вами поболтаем прям. Я напишу пост даже под видео. Я видео опубликую туда и в комментариях там будем обсуждать насыщенные проблемы. И не только эти. И, кстати, у меня в инстаграме выходят очень часто ролики. Девчонки, кто VPN не скачал, тот лох. Заходим и смотрим. У меня там вышел ролик, как я делала губы силиконовые. Есть у меня персонаж Ульяна Уляля. Если вам нравятся смешные мои ролики, короткие, минуты в полторы, заходите и смотрите. Лайки ставьте. Иначе я не знаю, что сделаю. Далее, девчонки, последняя новость, которая произошла. Девчонки, я была просто... Я ржала, когда это увидела. Девчонки, оказывается, моча и говно встречаются на свиданиях. Итак, девчонки, смотрите. Мне в один прекрасный день присылают вот это. Алиса Вечеровская выложила у себя на страничке ВКонтакте. Все, что не делается, к лучшему. Познакомилась с отличным человеком и хорошим тренером. Первый человек на планете, который заинтересовал меня в спорте. Владимир Федин, спасибо. Теперь у меня есть цель и желание ее достичь. И там тренировка с Владимиром Фединым. Ой, девчонки, Педин это отдельный разговор. Это тот педо, который любит детишек, девочек маленьких, и про которого у меня были видео и расследования. Я не сомневаюсь, что это он ее пригласил, потому что она солевая наверняка до этого бы не надумалась. А Педину кто-то подсказал. Я знаю, что вы меня хотели вызвать этим постом слезы, плач, шок и все остальное, но поверьте, я не удивилась и нисколько не расстроилась. Более того, у меня книга почти закончена, так что... Единственное, что я могу сказать, это вот встретились моча с говном. Только Педину, Алиса Шураева, это неинтересно. Скорее всего, Педину будет интересен твой ребенок. Так что нужно было тебе не себя, кобылу солевую, приводить на занятия, а Педин настолько тупой, что он, будучи педо, пытается как-то еще проникнуть в социальные сети. Карма настигнет каждого. Педин со своим свиным пятаком обучает мочу Алису Шураеву. Девчонки, я не знала, что анализы могут встречаться в реальной жизни. Оказывается, могут. Коллаборация прошла успешно. Вечеровская пришла один раз на тренировку к Педину. Ну, только Педину она оказалась, неинтересно. С вами была я, Даша Дружже. Жду вас в своем телеграме, инстаграме. Ой, всем пока-пока.